Итак, друзья, всем, наверное, у многих будет доброе утро в это время, но именно у болельщиков Хабаровского Амура будет уже вечер, друзья, потому что сейчас мы будем моделировать, наверное, самый главный матч сегодняшнего игрового дня. Дома Хабаровский Амур будет принимать Нижнекамский Нефтехимик, друзья, это, наверное, самый действительно главный матч сегодняшнего дня, потому что нужно узнать, кто же все-таки заберет последнюю, так скажем, путевочку. Я почему-то думаю, они борются именно за восьмое место, кто заберет эту путевку в плей-офф этого сезона. И, друзья, это просто нереальный интересный матч будет, и напишите в комментариях, как вы думаете, кто выйдет все-таки в плей-офф КХЛ. Друзья, мы моделируем матч Хабаровский Амур против Нижнекамского Нефтехимика, и я буду играть, собственно говоря, за Нижнекамский Нефтехимик. Вот так вот нас встречает Хабаровск, замечательная арена, и это нереально очень важный матч для обеих команд, потому что сейчас эти команды играют между собой два матча подряд за два дня. И эти два матча очень многое скажут о том, кто попадет все-таки в плей-офф в Восточной конференции Континентальной Хоккейной Лиги. Вот так вот Константин Барулин все-таки стоит в воротах у Нижнекамцев. И, скорее всего, Аликин там был, я не успел посмотреть. Константин Барулин стоит у нас у Хабаровского Амура. Итак, друзья, вот именно от этого матча, я думаю, от первого будет очень много зависеть, и очень много доброжелателей именно в сторону Хабаровского Амура. Многие болельщики из других клубов все хотят, чтобы вышел именно Амур в плей-офф. Больше симпатизирует им команда именно из Хабаровска. Но посмотрим, как будет. Прошлый матч Хабаровский Амур проиграл дома рижскому Динамо. Кстати, тоже, говоря так, мини-сенсация, можно так сказать, потому что рижские динамовцы уже не попадали в плей-офф, а, соответственно, Амуру как никогда нужны были очки. Но вот все-таки одну очко только они смогли забрать у рижского Динамо. А вот, в свою очередь, Нефтехимик провел просто какую-то безобразную игру, если честно. Я не могу сказать другими словами игру с Металургом, но я думаю, кто смотрел этот матч, меня прекрасно понимает, потому что Нефтехимик был вообще никакой. И это очень повезло, что одну шайбу смогли забросить, но опять же, потом следующие же атаки уже пропустили. Здесь, смотрите, первую шайбу мы забиваем, и да, Неоликин стоит на воротах у команды из Хабаровска. Ему привели 1-0, но такая шайба, знаете, из-под защитника была, и там тяжело было ее разглядеть. И 1-0 выходит Нефтехимик вперед в очень важном матче для себя. Понятное дело, что я больше симпатизирую Нижнекамской команде, потому что я сам родом из Нижнекамска. И, ну, я прямо вангую то, что очень тяжело будет Нижнекамску, Нефтехимику, потому что Амур очень силен, очень силен дома. И последний матч у Амура матч с Борисом. А прошла такая информация, то, что команда из Нур-Султана далеко не основной состав повезет, и, точнее, не основной состав будет играть. Поэтому есть шансы, что Амур заберет и очки у Бориса. А Нижнекамской же команде остается 2 матча именно с Амуром в гостях и матч с Адмиралом, который потерял тоже все шансы на плей-офф. У нас первое удаление в матче, у нас большинство. Шеребзянов бросает, попадает в перекладину, и от перекладины шайба залетает в ворота. 2-0 мы уже ведем. Не знаю, если Нефтехимик будет играть так же, как играл с Металлургом, то, я думаю, шансов у Нижнекамцев точно нет. Амур не та команда, чтобы так упускать свои моменты. И вот момент тоже возникает у Амура. Здесь Порядин, Порядин идет, идет дальше. Здесь его сбивают. И Порядин не успевает. Шебу сохранить зону. Ветеран Атюшов заходит, отдает на Шерифьянова. Шерифьянов на Брынцева. Брынцев идет дальше, отдает на Казеонова. Казеонова все пытается сбить с ног. Снова Атюшов отдавал, хотел отдать на Казеонова, но уже Казеонов уже уехал за ворота, поэтому шайба до него не дошла. Невразительную игру показывает, если честно, Константин Барулин. Особенно это было в матче с Амуром, видно, когда Нефтехимик принимал Амур дома. И вообще, такие, знаете, если честно, нельзя сказать, что у Амура было прямо очень много моментов, да, в том матче, но они все-таки выиграли, да, эти 5-3. Значит, были, да, логично. Но просто в некоторых моментах я считаю, что Барулин должен был все-таки подтащить, а этого не произошло. И, я думаю, логично было поставить в матче с Металлургом именно Ширычанкова, но Ширычанков реально поинтереснее смотрится и поактивнее. Здесь атака Хабаровчан, здесь Барулин ошибается и отдает практически на крюк Ушенину, одному из братьев Ушенинов в матче. И вот почти получилось забросить у Хабаровского Амура. Нам показывают Гулялсов, но так, значит, похоже, да. Гулялсов, насколько я помню, тренирует сейчас Амур. Ширычанков бросает еще один. Был такой бросок от синей линии, можно сказать, Хайрулин еще один бросок. Здесь Йордан, Горшков отдает на Ушенина. Снова Горшков и самый последний момент подбивает скушку нападающего с Амура. Все хочется сказать Сибирь почему-то. Ну да ладно, здесь Коробов отдает на Хайруль, на это передача в никуда. Здесь потеря, и здесь против Черникова так играют, если честно, на грани удаления. Казионов бросает, здесь сейв. Не знаю, почему не Аликин играет, но в реале, наверное, Аликин поинтереснее будет, чем голкипер, который сейчас сдает. К сожалению, я не знаю, как его зовут. Не знаю его фамилию, как правильно, Лангхаммер. Что-то такое, короче. Могу ошибаться, друзья, вообще не силен в английском, и поэтому не могу вам со стопроцентной вероятностью обещать, что я ту или иную фамилию произношу правильно. Поэтому не обессуйте, а принимайте как есть. Шексадаров очень активную игру провел в Магнитогорске, и были у него моменты, и вот сейчас он забивает шайбу. Смотрите, как он проходит, бьет, да, и здесь уже вратарь был бессилен, и к концу первого периода мы его отрываемся уже на три шайбы. Здесь, рассказывал, пытается войти в зону. В зону вошел, но сразу же наткнулся на силовой прием, да, и здесь не без помощи медиков покидает этот лед. У нас Митчелл против Загорный на выбрасывание. Так, мы выиграем выбрасывание. У нас до сих пор Захарчук играет, который, да, уже давным-давно покинул команду по всем причинам, про которые вы прекрасно знаете. Не буду к этому возвращаться. У нас первый период закончен, мы перебросали наших соперников, и если такой результат будет в реале, конечно же, я буду только рад. Но не знаю, не верю, что Хабаровск так просто отдаст вот так вот игру. Не знаю, тут Энлон пытается, Лангхаммер, мне так кажется, это так читается фамилия, потому что с английским я так немного загну, конечно, не совсем все плохо, но я думаю, я правильно прочитал фамилию второго голкипера. Все-таки я думаю, потому что Аликин точно сейчас первый, потому что он такие сейвищи делает, там чуть ли не хит-парад попадает, поэтому... Аликин мощь, здесь что-то защитники Йордан там что-то выполняют возле своих ворот, в итоге пришлось накрыть шайбу вратарю Амура и вбрасывание в зоне Хабаровска. Куликов выиграет в брасывание, Райан Мерфи идет за ворота, ждет открывания, Вайт. Да, здесь прямо на клюшку Камалова дает, но Камалов просто вбрасывает в зону, никакого комбинации здесь не будет. Так, Куликов пытается пройти, отдает назад на Атишова, Атишов не будет бросать, у нас смена походу. Да, и здесь непонятная передача, и Руденков прямо с отрицательного угла пытается забросить, очень тяжело будет так забросить даже Барулину. Не хочется, конечно, обижать Барулину, но вот, Никита Яськов, если все правильно, опять же прочел, Никита Яськов забивает. Вот такую вот шайбу, вот в принципе вот такие шайбы пропускал, собственно говоря, Барулин, потому что бросок-то, собственно говоря, не такой уж прямо убойный, да, вот такие плюшки пропускал Барулин. И я думаю, Ширыченко, во всяком случае, были такие моменты в матче с Металлургом у нефтехимиков Ширыченков, такие плюшки не пропускал, и очень уверенно, и я вам даже больше скажу, он ловил, и никаких отскоков, ничего не было. А это вдвойне приятно и для защитников, и для нападающих команды, то, что вратарь вот так вот действует очень уверенно. Яськов, автор заброшенной шайбы, снова бросает, но Барулин уже в этот раз справляется с этим броском, отдает на Казеонову Порядин. А здесь, ну, непонятно, Горшков, Горшков отдавал под бросок ушей, но здесь Величкин. Черников, да, не будет первым на шайбе, и здесь снова бросок. Черников должен быть, да, на шайбе, Черников идет, отдает на Шрифьянова, Шрифьянов делает такой кружок. Сергеев, Сергеев ждет, Шрифьянов, да, и здесь была неплохая передача, здесь Брынцев. Я снова жду, пока откроются мои соперники. Вот Шрифьянов, но не была передача, была передача на Шрифьянова. Да, вот здесь, если бы Шрифьянов не успел, то прямо очень хороший пас проходил. Здесь Митчелл по флангу, отдает на Хайрулина, и вот здесь уже голкипер не сплоховал. Захарчук успеет, интересно? Нет, Горшков все-таки успевает бросить, отдает на Загорну, Загорна снял с отрицательного угла. Здесь Энлунд отдает на Куликова, Куликова, на Берглунд, Берглунд бросает, Берглунд бросает, не выпадает здесь Файзуллин. Снова бросок, снова очень обычный, снова Файзуллин, Загорна, опять с отрицательного угла бросает Загорна, но не получает. Забросит Куликова, бросает, да, и у нас поопаснее момент, согласитесь, да, Камалов, здесь Ушенин, что будут делать братья Ушенины? Митчелла дает на Хайрулина. У Нефтехимика 58 очков, у Амура 59, получается 59 игр сыграно у команд, и сейчас два матча между собой, и матч, я уже говорю, говорил точнее об этом, а здесь будет офсайд, да, почти был офсайд, просто бросаем шайбу в зону. Матч у Нефтехимика будет с Адмиралом, а у Амура будет матч с Борисом. Вот такие вот три матча остались, очень важные для обеих команд, и посмотрим, что будет. Вот Берглунд, Берглунд бросает, и здесь, знаете, такой противоход был, бросок. Да, показывает нам повтор момента шайбы Шеребзянова, вот здесь видите, перекладин попал шайбы, и здесь уже она так не успел заметить вратарь Амура, и сразу же шайба закатилась за ленточку ворот. Вот на Шерифьянов на вбрасывание Сергеев, Сергеев очень полноват, если честно, для своего телосложения здесь, он не такой большой, если честно, не знаю, почему разработчики делают его таким, а здесь Казеонов, знаете, так, из-под защитника тоже, опять же, бросает здесь, смотрите, пластаются игроки, вот, да. Ну, можно ли здесь предъявить какие-то претензии вратарю, вот, не знаю. Энглунд, снова у нас преимущество, три шайбы, здесь есть Ков, будет ли забрасывать вторую, пока откладывают. Вот, данное торжество, если можно так сказать, второй период закончен, друзья, мы перебрасываем, перебрасываем, точнее, в два раза наших соперников, и стартует третий период, счет 4-1. Чуть-чуть поменьше дает коэффициент на нефтехимик, прошу прощения, на Амур, все-таки считают больше здесь фаворитом Амур, нежели чем нефтехимик, но не на много, там 2-3, по-моему, дают на Амур, и 2-7 дают на нефтехимик, поэтому игра будет, как букмекеры считают, примерно равная, и, о, да, Загорный реализует один момент и сокращает преимущество команды из Хабаровска, Куликов. Прошу прощения, просто не всех игроков, я знаю игроков Амура, но по номерам именно я не могу сказать, вот, когда они берут шайбу, соответственно, я могу прочесть, что это за игрок, Берглунд не попадает в ворота, Куликов за ворота, вот, хорошее открывание там было от Берглунда, но Тишоу бросает, но такой сладенький бросок, Камалов просто выбрасывает шайбу, но здесь первым будет игрок Амур, и Ушинин бросает, один Ушинин, второй Ушинин бросает и справляется с этими бросками Барулин, здесь сразу же зацеп, у нас, кстати, ни одного удаления, по-моему, не было еще в этом матче, очень такая дисциплинированная игра, Куликов бросает, блокировка броска, Берглунд вообще ни одного, знаете, броска не пришлось в твор от нашего легионера, а здесь Игнатович выбрасывает шайбу, я помню, Игнатович нефтехимик выставил на драфт отказов, и сразу же Амур подобрал этого игрока, сезон начинал он, как раз таки, в Нижнекамском нефтехимике. Повтор момента Хайрулина, у нас Бекмулин, Шексадаров и Парядин, вот такая вот тройка у нефтехимиков уходит, и, не знаю, пока какая тройка, здесь Шексадаров бросает, а здесь Бекмулин надо забивать, а из ближней, точнее не из ближней, а из кисти, надо было забивать Коробов, здесь бросаются наши под шайбу, Коробов еще один бросок, Шеребезианов отдают на Шексадарова, дальше Парядин, Парядин пускай ближнюю, нет, по центру приходится удар, а здесь Шексадаров еще один бросок, Бекмулин будет первым на шайбе, так, а, я в сайте, я уже вышел, был игроком Сергеевым за зоной, снова в него вошел, и, соответственно, в сайт. Шеребезианов, Черников, Казионов, вот такая тройка, здесь Йордан отдавал шайбу на Ушенина, она до него не дошла, здесь Величкин, перехватываем мы шайбу, даем на Черникова, Черников обходит, да, и хорошая передача была на Казионова, но и Галкипер справляется с броском, и вот, собственно, отлицезреть мы можем вратаря Амура, так скажем, исправился он после первого периода, который провально прошел для его команды, Шеребезианов снова бросают, и в перекладину, по-моему, попадает Шеребезианов, Загорна, снова Шеребезианов отдает на Хайрулина, Хайрулин, нет, Хайрулина не дает пройти, здесь Корягин, Загорна, Энлонд, Энлонда сразу припечатывают к борту, Митчелл, Митчелл проходит, бросает, да, здесь Корягин на подхвате, но Хайрулин здесь оказывает давление в зоне соперника, и не так просто приходится выходить из зоны хоккеиста Мамура, Йордан, бросок, не попадающий в створ, да, и здесь из-за ворот пытался, да, и как бы здесь Горшков не забил, Величкин, Барулин, Барулин отдает, здесь Казионов успеет, нет, не успевает, можно вот здесь борьбу навязать, тоже не получается, Ушиин отдает на Величкина, Величкин отдавал на своего напарника, но здесь Черников бросает в ближний, нет, не получается, Брынцев, невнятная передача назад, знаете, потеря снова у нашей команды, Бекмольн дает нам Порядина, Порядин идет дальше, Камалов вот так вот развивает, развивается на события, Ушиин бросает, Бекмольн идет по флангу, здесь Шексадаров так хорошо открывался, смотрите, какой был момент хороший у нашей команды, и если реализуем мы сейчас, то мне кажется вопрос о победителе был бы снят, а так игра продолжается, Кузнецов здесь залезает в офсайт, Марок, Марок зовут вратаря Амура, Марок Лангханн, вроде как так, Иен Лунд ходит в зону, Иен Лунд останавливается за воротами, и просто спокойно дают, как же пройти нам до ворот, Митчелл, а они смогли сохранить, Корякин уходит 1-1, посмотрим, чтобы в ворота даже не попадает, нападающий Амура, Камалов, Руденков, сейчас будут снимать вратаря, да, снимает вратаря, и здесь Брынцеву, просто не дает выбросить шайбу из зоны Шерифьянов, да, смотрите, как очень, атакует прямо, да, да не получается, и Брынцев здесь что-то делаешь, так, заперли нас в зоне, кисты Амура, да, не получается у Шерифьянова бросить, я хотел с центра поля бросить, а здесь обратная атака, и была возможность забросить, а здесь нет, не выпадаемый проброс фиксируется, было просто все-таки выбросить шайбу, дабы не было проброса, но осталось всего 3 секунды, и здесь Корбов сразу бросает, не попадает, друзья, и вот матч закончен, друзья, Нижнекамский нефтехимик, по моему мнению, по моему смоделированному матчу выигрывает в гостях у Хабаровского Амура со счетом 4-2, друзья, но, смотрите, я не отрицаю того, что нефтехимик может выиграть, но это будет чрезвычайно сложно, я, конечно, верю в свою команду, но это будет очень сложно, если будет настрой другой, нежели чем с командой Металург, то, да, действительно есть какие-то шансы, если будет такой же настрой, как и с матчем с Металургом, то я даже не знаю, будет ли у нас очки, мне кажется, Амур просто в пух и прах разнесет Нижнекамскую команду, а так, конечно же, я за всей душой за нефтехимик, я считаю, что будет результативный матч, результативный это подразумевает, ну, хотя бы 4 шайбы, но я так думаю, потому что нефтехимик Амур всегда играет результативно, поэтому я думаю, здесь этот матч будет не исключение, и все билеты на матч уже проданы, я сегодня прочел эту информацию, и просто нереальный аншлаг сегодня будет в матче в Хабарске, друзья, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал, и следите за другими матчами в континентальной хоккейной лиге, благо сегодня их очень много и очень классных много матчей, я думаю, еще парочку мы сегодня обязательно смоделируем, всем спасибо большое.